ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За опасное вождение лишать прав не будут. Этот пункт исключен из законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении. Второе запланировано на ноябре. Таким образом, лихачей ждет только штраф в 5000 рублей. Причем выписывать его будут не рядовые сотрудники ДПС, а командиры подразделений на основании записей камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и показаний очевидцев. Напомню, что опасное вождение запрещено с лета прошлого года. Под ним подразумеваются непредоставление преимущества, перестроение в плотном потоке при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение и препятствование обгону. ТРАССА 101 Несетевые автозаправочные станции пожаловались президенту Путину на «слишком дешевое дизельное топливо». Оптовая стоимость солярки, по их информации, за последнее время увеличилась на четверть, а розница подросла только на 7,5%. Торговать дистопливом в такой ситуации просто невыгодно. Однако неясно, чего заправщики хотят от главы государства. Чтобы он разобрался с оптовыми продажами горючего, или чтобы дал отмашку к резкому повышению его стоимости на АЗС. ТРАССА 101 Число автосалонов в России продолжает снижаться. За последние 9 месяцев свою деятельность прекратили почти 100 дилеров, сообщает агентство «Автостат». Больше всего пострадала сеть УАЗа – минус 25 точек. 22 магазина закрыл Лифан. Менее ужались Митсубиси, Лада, Дженерал Моторс Автоваз, Шкода и Рено. ТРАССА 101 Стартовали продажи универсала «Лада Веста» и его «внедорожный» в кавычках версии SW Cross. Первый стоит минимум 639 900, второй – 755 900 рублей. В последнем случае в автомобиле уже есть кондиционер, обогрев передних сидений, система помощи при старте на подъеме, парктроник, аудиосистема, USB, Bluetooth и т.д. Цена топовых комплектаций новинки начинается от 805 тысяч рублей. На Гавайях появился штраф для пешеходов, которые пристально смотрят в свой смартфон и не смотрят по сторонам. Размер взыскания – 35 долларов, порядка 2000 рублей. Как выразился один из чиновников, теперь пешие граждане будут разделять ответственность за свою безопасность с автомобилистами. Добавлю, что сейчас в США наблюдается всплеск аварий с участием пешеходов. Одна из причин считают власти как раз в их чрезмерной увлеченности гаджетами. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Ахакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok